Приветствую всех, кто присоединился к уроку. Наш урок сегодня по теме решения простейших тригонометрических уравнений. А проведу я, учитель математики Якутского городского лицея Крючкова Елена Александровна. Итак, наша задача сегодня разобраться в принципе решения простейших тригонометрических уравнений, ну и посмотреть материал ЕГЭ, который проверит наше знание по этой теме. Итак, решение простейших тригонометрических уравнений. Начнем с того, что построим единичную окружность и выпишем координаты точек пересечения этой окружности с осями координат. Итак, эта точка имеет координаты 1, 0. Эта точка имеет координаты 0, 1. Следующая точка имеет координаты минус 1, 0. И эта точка имеет координаты 0, минус 1. Ну, кроме того, мы помним углы 0, π на 2, π, 3π на 2, 2π. И также помним, что координаты любой точки, расположенные на единичной окружности, мы можем записать в следующем виде. Косинус альфа, синус альфа. Это говорит о том, что на оси ух обозначаем значение косинуса, а на оси у обозначаем значение синуса. Итак, начнем с частных случаев тригонометрических уравнений. Частным случаем мы отнесем уравнение, где а равно 0, 1 и минус 1. Итак, давайте посмотрим уравнение. Косинус х равен 1. Ну, смотрим вот по записи точек видно. Первое значение – это значение косинуса, единица здесь. Ну, и в общем виде эта точка может быть записана как 2πn. Значит, корни этого уравнения будут записаны. х равен 2πn, где n число целое. Рассмотрим уравнение. Косинус х равен минус 1. По координатам точек мы видим, что минус 1 для косинуса вот здесь, а это угол π. Значит, корни этого уравнения могут быть записаны. х равен π. Ну, и через полное количество кругов мы будем приходить в эту же точку. плюс 2πn, где n число целое. Теперь решим уравнение. Косинус х равен 0. Также смотрим. 0 у нас в двух случаях. верхняя позиция и нижняя точка. Значит, мы можем выполнить поворот на угол π на 2, и через каждое π мы будем получать те же самые, то же самое значение. И тогда корни этого уравнения у нас будут записаны. х равен π пополам плюс πn, где n число целое. Как будут выглядеть решения уравнения, когда а, любое другое число, из отрезка от минус 1 до 1, которые не являются числом 1 минус 1 и 0. Почему нам нужен этот отрезок от минус 1 до 1? Потому как все значения от минус 1 до 1, вот эти значения, косинус, принимает при повороте от 0 до π. Ну, и тогда, посмотрите, мы можем на оси косинусов обозначить какое-то число А. Проводим перпендикуляр. Получаем точку на окружности. Проводим радиус в эту точку. Получили угол, косинус которого равен А. Угол, косинус которого равен А. Ну, и это значение называется арк косинусом А. Это арк косинус А. Но если продлить перпендикуляр, мы видим, что на окружности это две таких точки, и эти углы будут равны. Тогда решение этого уравнения на отрезки от минус 1 до 1 будет выглядеть так. Плюс-минус арк косинус А плюс 2πn, где n число целое. Где n число целое. Ну, про арк косинус. Мы поняли, что арк косинусом числа А называется угол из отрезка от 0 до π, косинус которого равен А. Ну, стоит сказать, если А число отрицательное. Арк косинус от минуса. Ну, мы понимаем, что косинус принимает отрицательное значение во втором и третьем координатных углов, то есть этот угол должен быть тупой. Поэтому мы скажем, что это угол равен π минус арк косинус числа А. Ну, как он получается? Если я вот число противоположное А здесь отмечу, число минуса будет, да? Провожу. Радиусы в эти точки проведем. Ну, и мы понимаем, что по величине вот эти углы будут равны, но вот это π, и вернуться надо на арк косинуса. Итого, этот угол π минус арк косинуса. Давайте решим простое уравнение. Косинус х равен корень из 2 на 2. При решении уравнений нам нужно ответить на первый вопрос. Является ли это уравнение частным случаем? То есть мы смотрим, это справа не ноль, не единица, не минус единица. Значит, это уравнение будет решаться по общей формуле. Выписываем х равен плюс-минус арк косинус корень из 2, деленный на 2, плюс 2πn. Если это значение табличное, то мы переходим к углу. Итого, х равен плюс-минус, угол косинус которого корень из 2 на 2, это угол π на 4. π на 4 плюс 2πn, где n число целое. Следующее, давайте решим уравнение. Косинус 2х равен минус 1, 2. Решаем для аргумента 2х. Выписываем 2х равно. В первую очередь мы ответили себе на вопрос, что это не частный случай. Значит, работает общая формула. Число отрицательное. Значит, это будет тупой угол. Мы помним, что косинус 1 и 2 это у нас π на 3. Здесь нужно π вычесть π на 3. Итого у нас получилось плюс-минус 2π на 3 плюс 2πn. Это 2х, а нам нужен х. А тогда мы каждую левую и правую часть разделим на 2. И мы получаем х равен плюс-минус π, деленное на 3, плюс πn, где n число целое. Ну, а теперь давайте обратимся к материалу, который из сборника ЕГЭ. Вопрос звучит следующим образом. Решите уравнение. Уравнение такое. Косинус πx, деленный на 6, равен корень из 3, деленный на 2. И здесь задание. Укажите наименьший положительный корень. Это задача под номером 5 в сборнике. Ну, решаем аналогично. Значит, первый вопрос. Это не частное уравнение, поэтому работает общая формула корней. То есть мы выписываем. πx, деленный на 6, по общей формуле, которая начинается с плюс-минуса, плюс-минус арк косинус корень из 3, деленный на 2, плюс 2πn. Значение табличное. Поэтому мы заменим. Поэтому мы заменим на угол. Пx, деленный на 6, деленный на 6, будет равен плюс-минус угол, косинус которого корень из 3 на 2, это угол пи на 3. Это угол косинус которого, это пи на 6, это пи на 6, плюс 2πn. Ну, а теперь, чтобы выразить х, мы левую правую часть умножим на 6 и разделим на пи. Итого. Итого. х равен плюс-минус 1 плюс, пи сократится 12n. Мы получили серию корней, выраженные через n. Выраженные через n. Теперь, перебирая значение n, мы можем найти, как нас спросили, наименьший положительный корень. То есть при n, равном 0, у нас получается х1 равен, по плюсу иду, здесь будет 0, значит, это 1, а х2 будет равен минус 1. Нас попросили найти наименьший положительный корень, мы понимаем, если n возьмем единицы, это будет число большее, чем 1. Если n возьмем минус единицы, получим число отрицательное. Значит, в ответ мы выписываем число 1. Итак, я надеюсь, что мы разобрались в решении уравнения косинус х равен а. Спасибо за внимание, продолжим наше занятие.